Крупнейшая венгерская нефтегазовая группа МОЛ заключилась с поставщиками нефти и операторами трубопроводов в соглашении об обеспечении непрерывной транспортировки сырой нефти по трубопроводу «Дружба» через Беларусь, Украину, Венгрию и Словакию. Михаил Иванович, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что потечет по трубопроводу «Дружба», куда и кто за это будет платить? То есть, меняют контракты. Вот у той же самой компании МОЛ, у нее были контракты с российскими компаниями, с Лукойлом, с Татнефтью, с другими российскими компаниями. И эти компании по южной ветке трубопроводной системы «Дружба», южная ветка проходит через Беларусь, Украину и дальше там Словакия, Чехия, Венгрия. Вот три страны, там, висят на этой южной ветке. Значит, теперь они договорились, что по этой ветке пойдет нефть, которая будет им уже принадлежать. То есть, они купят ее в России, а потом попросят, ну, заключат контракт на транспортировку ее по украинскому участку вот этого трубопровода. Ну, судя по всему, я думаю, что вот украинские власти готовы согласиться на такую схему, насколько я слышал заявление из Киева, что они это дело примут, такой расклад. То же самое, я не исключаю, они могут проделать в отношении газа. То есть, пока объявили, что с «Газпромом» никаких соглашений не будет, но там обсуждаются варианты. А варианты такие, ну, для публики там в газетах, в сетях, что вот теперь азербайджанский газ через Россию потечет потребителям в Европе через Украину. Это как? Это значит, что компания, та же самая ОМВ из Австрии, у которой есть контракты до 40-го года с «Газпромом», разорвет контракты с «Газпромом», подпишет контракты с азербайджанцами вместо этого. Я не очень представляю, как. То есть, это нарушение контрактных обязательств. И дальше будет получать через Россию, а поскольку у Азербайджана лишнего газа сейчас нет, он весь уже распределен по контрактам, то это будет тот же самый российский газ, а азербайджанцы якобы притворятся, что это вот их газ. Вот как на притворство пойдут, это мне очень трудно сказать. Второй вариант – это так же, как с нефтью. То есть, вот эти компании в Австрии, в Словакии переделывают свои контракты с «Газпромом», чтобы точка сдачи этого газа для них была где-то на российско-украинской границе. А где там в Курской области проходит сейчас то ли фронт, то ли российско-украинская граница, это совершенно непонятно. То есть, они должны пойти будут вот на такой шаг, а затем платить компании ГТС Украины за транспортировку их уже собственного газа через украинскую территорию. Вроде бы и в том, и в другом случае Украина сохраняет хорошее отношение с европейцами, первое, не мешая им получать из России нефть и газ. Второе, она сохраняет какие-то доходы от этого транзита. Вот доходы от транзита газа – это где-то 230 миллионов долларов в год. Вот она это сохраняет. То есть, вот газ пойдет по-прежнему… Всего лишь, Михаил Ильич, всего лишь. Я помню до… Да, это… Старые цифры отлучивались до 3 миллиардов ежегодно. Нет, нет, нет. 230 миллионов долларов за транспортировку газа получает Украина от компании «Газпромэкспорт». Это… Но цифра 3 миллиарда была же, Юрий Михайлович, я же не придумал. Нет, мы никогда такого не получали. Ну, посмотрите, за что? «Газпром» сейчас… Вот сейчас уже пошли из Украины подтверждения, что «Газпром» получает от продажи своего газа в Европе через украинскую территорию 6,5 миллиардов долларов в год. Не может там 3 миллиарда долларов… Нет, нет, вы сейчас, вы сейчас говорите? Да, я про сейчас говорю. Нет, я говорю до 2022 года. Не было там 3 миллиарда. Там было, когда через Украину, понимаете, шло больше 90 миллиардов кубометров в год. А сейчас идет меньше 16 миллиардов кубометров в год. Вот сейчас цифра, которую мне… Ну, украинские источники из ГТС в Украине сообщили. То есть, это 230 миллионов долларов. Это меньше полупроцента… Вот от чего можно отказаться в Украине. Меньше полупроцента ВВП. Украинского ВВП. А выгода какая? А выгода – это российская военная машина потеряет от «Газпрома» 6,5 миллиардов долларов. И около 5 миллиардов долларов, которые вот за нефть получают через украинскую территорию, продают туда. То есть, удар по российскому бюджету и по российской военной машине. Вот почему этот удар Киев не наносит, для меня непонятно. Потому что выгода от этого микроскопическая, а прибыль отказа от этого транзита нефтегазового, она огромна. И потом тут еще политическая прибыль, как я уже не раз говорил, что вот те лобби, например, в Венгрии, в Австрии, в Словакии, которые работают в пользу Путина, российские лобби, пророссийские лобби и во вред Украине, они потеряют свой главный аргумент. У них аргумент такой, давайте дружить с Путиным, он нам дает нефтегаз. Вот когда не будет этого аргумента, вот эти лобби потеряют всю свою политическую силу внутри этих стран. Это прибыль для Украины, это польза для Украины. Вот почему я не вижу логики в договоренностях. Чем это может объясняться? Или это недовидность, или это уж, давайте прямо скажем, коррупция, или еще что-то тут завязано. Потому что пока Киев ведет себя нелогично. Ну или, Илья Михайлович, то, о чем вы сказали чуть ранее, это отношения с западными странами, с Европейским Союзом, который, возможно, просит продолжать этот самый транзир. А кто просит-то? Просит-просит, да привет. Я предполагаю, я с вами... Вот посмотрите, что Орбан такой большой друг Украины, просит Словакии, что ФИЦО такое так сильно помогает Украине. Ну смотрите, вот, Илья Михайлович, вот за последние месяцы, пишут СМИ, Россия закрепилась на втором месте среди поставщиков газа в Европу. На втором месте, не только Венгрия и Словакия. Нет, 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 тут вот очень осторожно к этому надо подходить. Давайте. Первое. Это вот 15-16 миллиардов кубометров, которые через украинскую территорию туда идут. Идут они в основном в Словакию и в Австрию. И по турецкому коридору, вот, идёт туда тоже 16. Но это Сербия и Венгрия в основном, два главных получателя. Там ещё мелочи всякие есть. И всё. То есть в Европу больше, чем вот по этим двум коридорам из России не поступает. Если Украина откажется от транзита российского газа, это ровно в половину, ну, 16 и 16, условно говоря, 15-15, 16-16. Вот они потеряют, газпромовцы, и потеряют вот эту прибыль, половину своей прибыли. А когда говорят, что российский газ, да, это сжиженный природный газ. В основном это идёт с проекта «Ямал-СПГ». Проект «Ямал-СПГ» – это проект международного консорциума в составе российской «Новатек», французской «Тоталь Энерджи» и двух китайских компаний. Вот этот газ, который в Европе они продают, они его получили от российского режима бесплатно. То есть российский режим вот от этого проекта не имеет никаких налогов. То есть тот газ, который они продают в Европе, он не пополняет российский военный бюджет никак. Это деньги, которые идут вот этим компаниям. А в России Путин их освободил от налогов на 12 лет. Они ничего в бюджет не платят. Когда говорят, о, российский газ, там он на первом месте в Европе. Российский-то газ – это тот, что через Украину, через Турцию, Болгарию идёт. А вот тот российский – это уже не российский газ. Он подарен этому международному консорциуму. А в чём интерес Путина вот так вот разбрасываться газом? Нет, ну что значит разбрасываться? Это ему когда-то пришли и сказали, Ребята, вот мы тут можем, у вас мечта в Арктике создать основу, контроль России над Арктическим побережьем, как было в советское время. Газпром не может. Военные показали, что не могут там установить этот контроль. Мы вам сделаем целую сеть промышленных предприятий, с участием иностранных инвесторов, с иностранным финансированием, иностранными технологиями. У вас будет вот полный контроль над Арктическим побережьем. И планы были грандиозные. Нам только нужно для этого, чтобы вы нас от налогов избавили. Да ещё и плюс к этому. Редокольным флотом обеспечили, порты построили для вывоза этого газа. То есть Россия-то на этом не зарабатывает, а тратит вот на этих проектах. И поэтому, когда начинают считать Россию на первом месте, ну не надо газетным вот этим глупостям верить, на самом деле посмотреть, куда деньги идут. А что с северными потоками? Путин жаловался недавно в Владивостоке, что он там предлагает, они не идут навстречу. Сразу несколько моментов. Момент номер один. Он предлагает снова, чтобы Россия продавала газ, ну пусть там через северный поток. Одна из четырёх труб всё-таки работоспособна до сих пор. А в Германии что? Согласятся на это? Работать с поставщиком газа из России, который нарушал все свои контракты, обязательства, международные договоры. Путин и Газпром недоговороспособны. Кто будет верить их обещаниям? Это лжецы. Это нарушители всех своих. Их подпись не стоит гроша ломаного под любым контрактом и договором. Это первое. Второе. Когда всё это прерывается по указанию Путина, и когда Северный поток прекратил прокачку газа ещё до взрыва, прекратил прокачку газа в Германии, почему по... Ну там был сначала предлог турбин у них какая-то вышли, не строят, что оказалось пустой. По указанию Путина опять прекратится. Зачем им связываться с таким ненадёжным поставщиком? Ну, а Северный поток сейчас... Ну, вот те, кто занимался расследованием вот этого всего взрыва в Швеции, в Дании, они пришли к совершенно чётким выводам. Первое. Это работа явно государственной какой-то службы или организации. Это на уровне трёх-четырёх человек, двух человек невозможно организовать такие взрывы. Это первый вывод, к которому пришли следователи. Вывод номер два. Привязать это к конкретной стране или конкретному дополнителю не удаётся, потому что нет достаточно доказательств, признаков того, кто это делал. Это второе. И на этом они сказали, на этом мы закрываем эти дела дальше. А дальше включились журналисты и приплаченные из России политики, которые стали кричать, что это вот Украина виновата, что там, значит, конкретно фамилии, кого-то там ловить сразу начинают. Ну, следователи вам сказали, ну, нет доказательств, чтобы привязать к чему-то там всё. Ну, я не верю журналистам и не верю вот этим сказочкам о том, что два человека на лодочке спустились и в трёх местах подорвали, в каждом из мест по 400 килограмм взрывчатки заложили на глубине 80 метров. Ну, не верю я в такие технические фокусы. Я могу ошибаться, да, но в данном случае это смысла нет. Смысла взрывать газопровод, когда по нему Путин уже прекратил прокачку в Европе, не было ни у кого, никакого. Всё, Путин перестал снабжать Европу газом. Всё это остановил. И взрыв был нужен только Газпрому, чтобы сказать, вы видите, вот почему мы нарушили свои контрактные обязательства, чтобы не платить неустойку. Вот кому, единственному, кому нужен был взрыв, как форс-мажор обстоятельства непреодолимой силы. Никто другой не был заинтересован в этом взрыве. Спасибо большое. Да, так часто начинают поиски. Ищите интересантов. Да, кто выгодополучатель, конечно. Михаил Ильич, ещё такой вопрос. Последними днями участились дроновые атаки по Московской области, что останавливало работу нескольких одновременно аэропортов. Как думаете, вот дроновые, не только дроновые такие атаки, могут ли они парализовать авиасообщение? Насколько это ощутимый удар для российской экономики, для российской логистики? Вот не знаю с авиасообщением, потому что я вижу главное направление ударов. Авиасообщение – это всё-таки гражданское авиасообщение. Его больше всего парализуют санкции, которые не позволяют обновлять гражданский воздушный флот. Вот невозможность в России построить собственные самолёты какие-то, более или менее мирового класса, ну нет, ну не могут. Кстати, самолёты невозможно построить без международной кооперации, а в условиях санкции это немыслимо. Вот что меня больше всего интересует в результате санкции, это первое – это удары по топливному снабжению, пусть НПЗ, нефтоперерабатывающие заводы, или базы, на которых хранится топливо. Вот это удары – это очень важно. Это важно в том числе и для бюджета России. Говорят, о, это там вот по НПЗ, если бить, это получится долгосрочный эффект. Вот сейчас это никак не повлияет. Ещё как повлияет. А вот представьте себе, выходит из строя часть мощности нефтеперерабатывающих предприятий. Это означает что? Это означает, что нефтекомпании будут больше нефти продавать за границу, а не пускать вот на эти самые НПЗ. Это означает, что для поддержания внутреннего снабжения населения, того же бензином, гистопливом, мазутом, чем угодно, правительство должно будет поддерживать цены на разумном уровне. Посмотрите, какие гигантские суммы, триллионы уже рублей. Российское правительство платит нефтяным компаниям, чтобы поддержать вот эти самые цены в условиях дефицита. Вот запретили экспорт бензина. Дефицит бензина сложился от ситуации, от этой всей. Что это означает? Это означает лишние деньги, которые не поступят в военный бюджет. Вот что такое удар по НПЗ. Это не потому, что там технику долго будут восстанавливать, там эти все узлы какие-то импортные, неимпортные будут ремонтировать. Нет. Меньше денег в военный бюджет. Сразу. Это удар мгновенно. Вот что меня тут забавляет. И второе – это удары, которые наносятся по тем стратегическим объектам, которые занимают боеприпасы, ракеты. Я смотрю, как доносятся удары даже по стратегическим бомбардировщикам. Были такие ущерб для российской военно-космических сил. Новые санкции, которые подвязывают к поставкам иранских ракет России, новые санкции против Ирана, насколько это в принципе сейчас может повлиять на ход войны? Или никак не повлияет? На ход войны может повлиять совершенно другое. Вот давайте немножко опять поднимемся над такими сиюминутными сообщениями, которые идут всюду. И посмотрим, что нужно Ирану. А Ирану, я за этим сейчас очень внимательно слежу. Я вот слежу за тем, что иранцы говорят, не только в пересказе западных средств информации, но прямо из Ирана. А там есть вполне устойчивое уже настроение. Первое, духовного лидера Аэталы Хамены, нового президента Пизешкияна. Они честно уже признаются, что заинтересованы в налаживании конструктивного диалога с Соединенными Штатами, открытии посольства американского снова в Иране. И для того, чтобы добиться вот этой цели, они показывают, почему они важны Америке. Вот сначала началось-то это с чего? Началось с того, что вдруг появились сообщения, что они налаживают отношения с Саудовской Аравией, нормализуются, с помощью кого? Китая. Это был сигнал американцев. Ребята, смотрите, мы тут с китайцами можем соговориться. Дальше пошли соглашения. Якобы вот смотрите, мы теперь с Россией налаживаем отношения. Мы, во-первых, ей беспилотники поставляем. Мы сейчас вот ракеты будем ей поставлять. А дальше мы с ней вот только-только должны стратегическое соглашение какое-то подписать, огромное. Да еще и, может, мы у нее будем газ покупать, нефть там. Это все туфта насчет газа и нефти, потому что Ирану ни газ, ни нефть российская не нужна. И вот все эти соглашения были нацелены, имели только одного адресата. Это вот будущую американскую администрацию, которая должна посмотреть или им налаживать отношения с Ираном, или вот смотреть, как Иран становится союзником таких режимов, как путинский режим. Это приманка для американцев. Вот все, что сейчас вот сотрудничество Ирана с Россией. Россию используют как вот инструмент, как пугало для американцев. Вот с какой стороны надо рассматривать. Я не думаю, что там будет расширение сотрудничества какое-то серьезное. И для Ирана страшный удар, когда вдруг российские дипломаты объявили, что они там какой-то зангизурский коридор будут помогать устанавливать Азербайджану с Турции в ущерб Армении. Это был удар. Вот они хотели представить, что у них с Россией все благополучно, а тут вдруг партнеры, на которых они заигрались в Иране, рассчитывали, они им свинью подложили. Поэтому не понравилось это Ирану. Там страшное было возмущение, сейчас до сих пор оно продолжается. Потому что это, ну как бы, карты им мешают игре в пользу налаживания отношений с Вашингтоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok